Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 816. Указывает ли Библия о мировых войнах? Есть ли предсказания о Третьей мировой войне?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Библии очень много пророчеств о войнах, но какая из них обозначается мировой, об этом не говорится. В одном месте Писания даже говорится о том, что Земля есть шар, и вся власть на земном шаре будет в одних руках. Когда? После каких событий? Не после ли мировой войны? Третья ездра, 11 глава, 32 стих. Эта голова устрашила всю Землю и владычествовала над обитателями Земли с великим угнетением. И удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Есть пророчества одновременно о трех опасностях, которые постигают человека, и в этом усматривают Третью мировую войну. Исайя 24, 17. «Ужас и яма, и петля для тебя, житель Земли». Иеремия 48, 43. «Ужас и яма, и петля для тебя, житель Маава», сказал Господь. В Откровении говорится о гибели третьей части человечества. Откровение 9, 18. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Есть люди, обладающие колоссальной смелостью толковать пророчества. Мне этого не дано ни на грамм. Я просто возвещаю священное писание и известное толкование святых отцов. Мне тяжело читать кровавые страницы, что нам о племенных раздорах говорят. Как тяжело смотреть на сумрачные лица семьи, где издавна господствует разлад. Отчизну я люблю, глубоко и желаю, все полнотой души цвести и крепнуть ей. Но к племенам чужим вражды я не питаю, и места нет в душе незлобливой моей. Рассказ о подвигах на поле грозной битвы, восторгном пламени, мне не волнует кровь. И к небесам я шлю горячей молитвой, что снизошла сердца озлобленных любовь. Чтоб миновали дни тревог, ожесточения, чтоб, позабыв вражду и милость свою, Покорные Христу, великому учению, все племена слились в единую семью. Алексей Николаевич Плещев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова